Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN, сегодня будем с вами обсуждать Скорпиона. Скорпиончик машинка интересная, но не для всех, скажу сразу, особенно не для начинающих игроков. Дело в том, что я, допустим, люблю машинки, которые живучие, которые могут прощать какие-то ошибки. Ну, потому что я не скилловый игрок и ошибки я иногда допускаю. Скорпион ошибок не прощает вообще никак. То есть, вот как только вы где-то засветились, и если вы не успели спрятаться, вот поверьте, все, что может лететь со всех сторон карты, будет лететь именно в вас. Потому что все знают, что это папье-маше из туалетной бумаги, которую можно пробивать всем чем угодно, начиная от спичек, заканчивая зубочистками. Короче говоря, полностью всем. Фугасы, бронебойные, вот все, что будет лететь вот сюда, вот в эту маленькую тушечку, оно все будет заходить вам с уроном. Может быть, вам повезет, вам попадут в каток или вам попадут тупо в дрын вашего орудия. И вот тогда будет без урона, но явно скритом. Короче говоря, по живучести машинка просто никакущая. Единственным плюсом, который у машинки есть, это сравнительно неплохая подвижность, заценим ее в бою. И довольно-таки неплохое орудие, но с одним минусом. Орудие хорошее тем, что время сведения хорошее, разброс на 100 метров классный. ДПМ очень клевый. Время перезарядки, я бы сказал, что терпимое, по одной простой причине, потому что 10 секунд их прожить еще как-то надо с отсутствием брони. А значит, надо постоянно где-то прятаться, играть на очень большом дальнике от врагов. Бронебойными пробивает 246. Это классно, этого достаточно. Вы можете выцеливать вполне нормально какие-то там мягкие места в соперниках, особенно с учетом разброса на 100 метров. И альфа у вас просто шикарная, F4, F60. А вот минус орудия, это его углы склонения. В мисс минус 6, этого очень мало для игры на Скорпионе на неровностях на дальнике. И вверх 14 тоже маловато. Кто-то из вас, кто смотрит постоянно мои видео, скажет, ГСН, ты сам себе противоречишь, всегда говоришь, что вверх мы, как правило, не играем, не зацениваем. Так вот, на Скорпионе такой номер не проходит. По одной простой причине, потому что Скорпион, играя на дальнике, вы можете залезть куда-нибудь на гору, допустим, да, на какую-то. И, имея желание выцелить кого-то ниже горизонта, вам необходимо, соответственно, свеситься немножечко с горы, ну и в таком вот свешенном вперед мордой состоянии выцеливать. И тут представьте себе ситуацию, что где-нибудь справа там, ну, либо слева, появляется соперник в засвете. И вот когда вы башню начинаете поворачивать, рубочка у нас поворотная, это очень приятно, кстати, в бою. Вот вы поворачиваете, но когда вы свесили с мордой вниз, то, соответственно, вам необходимо ствол уже поднимать вверх, для того, чтобы выровнять его по отношению к горизонту. А у вас это не получается, потому что вверх всего лишь плюс 14. Поэтому углы склонения орудия – это существенный недостаток данной машины. Все, что можно было заценить о Скорпионе и обсудить непосредственно стоя в ангаре, я попытался озвучить. Сейчас попытаюсь показать, как это выглядит непосредственно в самом замесе. На нем исключительно необходимо находиться на очень дальнем расстоянии от врагов и работать исключительно по засветам ваших союзников. Вот сейчас, если не поедут, и они туда не поехали, это очень большая ошибка. Потому что сейчас преобладающее большинство эстэшек, скорее всего, по левому флангу прорвется к нам в тыл, но и, соответственно, будут плести нам лапти. Я попытаюсь поработать на дальнем расстоянии, может, как-то в городе кто-то засветится, но в любом случае всегда стою и готовлюсь к тому, что как только надо мной загорается лампочка, мне необходимо сразу отсюда свиливать. Вот прям совсем-совсем сразу. И оставаться вот так вот в тылу для Скорпиона тоже не вариант, потому что как только сейчас приедут товарищи, которые захотят поразбирать в корму кого-то, я буду первой мишенью, ближе всех стоящей, дольше, чем соперники, перезаряжающиеся, но и, соответственно, не имеющие возможности нормально отбиваться от этих товарищей. Так. Но точность орудия, я говорил, время сведения, точность орудия очень классная. Вот сейчас давайте попробуем выцелить кого-то на дальнике. Не знаю, насколько у меня это получится. Вот видите то, что я говорил. Вот в таком варианте, когда вы стоите на склоне на каком-то, то стоя на таком склоне, выше пушку, если бы надо было поднять, вот если бы я чуть-чуть ниже спустился, выше пушка она уже не поднимается. И, соответственно, работать нормально по горизонту, даже на вот таких склонах, у вас получаться уже не будет. Поехали дальше помогать нашим братьям по оружию. Першинг высвечивается. Я не знаю, будет ли подниматься. Надеюсь, что он пожадничает, начнет куда-то проезжать. Ну вот сейчас немножко не повезло. И время перезарядки, видите? То есть, ну, приходится ждать, ждать, ждать. А за это время товарищ уже успел уехать. Ну, получается, что в данном бою особо урон заценить не получилось. Я радуюсь только тому факту, что получилось заценить углы склонения. Вот как раз карта подобралась такая, на которой очень удобно было это сделать. Давай, вылазь, Першинг. Я хочу тебе кинуть тычку. Ну и согласитесь, накидывать тычки по 400 с копейками, это очень приятно. Особенно в каких-то средняков, да в легких танках. Он выцеливает меня, потому что я самый мягенький. Потому что пробить он меня однозначно сможет. КД у него существенно быстрее, чем у меня. Ну и, соответственно, в таких вот стычках с врагами, у которых довольно неплохое КД, вы будете проигрывать. Сейчас угла склонения хватает, ну, потому что мы, в принципе, мордой вниз стоим на склоне и со склона-то вниз и стреляем. Так, ребят, закончился бой, закончился победой. Команда шикандосно отыграла. Просто супер. Я не знаю, много ли мы сделали для победы. Я бы сказал, что нет, немного. 2050 единиц урона. Знак классности третьей степени. Один добранный товарищ. И по фарму, ребята, 28 тысяч фарма. Я сейчас вернусь назад. И давайте посмотрим. Если вы будете играть с активированным премом, то ваши 28 тысяч превратятся в 50. Я считаю, что за вот такой вот плевый, я бы сказал, не сильно уронный и прям нагибающий бой, получить 50 косых с учетом прем-аккаунта, ну, довольно неплохо. Давайте запрыгнем еще на один бойчик и попробуем его еще в одной катке. Так, что мы имеем? Мы имеем против себя Ру-251, которая будет носиться по карте. Есть экшен, которого мы пробьем практически без печали. Ну, короче говоря, я бы сказал, что в целом довольно не самая худшая ситуация для нас. Единственное, что меня смущает, это вот наличие двух девяток. Сейчас посмотрим, кто куда поедет. Не люблю я на Скорпионе самостоятельно передвигаться где-нибудь по карте. Как я уже говорил, не получится у вас отрабатывать самому какое-то направление, сдерживать врагов и так далее. Так, ну, сейчас здесь мне не повезло элементарно. Надо сваливать, потому что я в засвете. Если там, ну вот, пожалуйста, как только вы в засвете, сразу вас отбросят, поверьте. Даже стесняться не будут и разрешение не спросят. Ну, а вот выцеливать на дальнике того же экшена в нижний бронелист на данной машине очень приятно. Так, попытаюсь успеть проскочить, потому что, по сути, от этого проскока зависит моя жизнь. Что мы имеем? Мы имеем шестерых союзников здесь. Я попытаюсь сейчас проехать через левую сторону. Надеюсь, меня сейчас не снимут. И из-под моста попытаюсь поотыгрывать, потому что, честно говоря, стоять там, с учетом оставшегося ХП, но как бы не вариант. Итак, ребят, возвращаемся к вопросу подвижности. Ну, согласитесь, подвижность, она как бы далеко не имбовая. Я бы сказал, даже такая себе. Так, что тут у нас? Есть что-нибудь, чем поживиться можно? Повезло мне, ребят. Вот это вот тот момент рандомного рикошета, о котором я говорил, что когда не пробивают, ты прям диву даешься, как так получилось. Ну, так, сваливаем. Стандарт Б на барабане явно сейчас приедет мной ужинать. Я хочу кинуть ему хотя бы одну тычку еще, если успею. Нет, не успел перезарядиться, даже с учетом ускоренной перезарядки. Итак, ребят, вот по результату. Пробивается он везде, куда попало. Там, ну, борта, как бы, корма даже разговаривать не будем. Пробивается в верхний бронелист, в нижний бронелист. В этом году, господи, в этом бою в верхний бронелист не пробивали. Но, поверьте, шьется ничем не хуже, чем нижний. Ну, рубка вообще картон. Короче говоря, машинка абсолютно неживучая. Вот если вам повезет занять какую-нибудь позицию прямо на самом краю карты, где-нибудь на самом дальнике, тогда еще на Скорпионе можно нормально отыгрывать. Если вы попадаете в прямой замес с врагами, ну, поверьте, вам не хватает сразу полностью всего. Вам не хватает подвижности, брони, скорости перезарядки. Вам абсолютно не хватает скорости поворота рубки. Вот прям совсем всего не хватает на Скорпионе, если вы непосредственной близости к врагу оказались. Тысяча нанесенного урона вообще ни о чем. Ушли в минус. Ну, сами понимаете, почему. В результатах нашей команды мы заняли средняк. Мы единственные случаи, в котором могли бы больше, это если бы мы оставались где-нибудь подальше. Но, к сожалению, на данной карте с тем разъездом, который был, это было нереально. Итак, ребят, давайте будем суммировать по машинке. Альфа классная, точность шикарная. Но это единственные плюсы, которые есть в Скорпионе, по крайней мере, по моему субъективному мнению. Однозначно не советую данную машинку приобретать тем, кто еще не сильно хорошо знает игру в танке, или у кого руки не лежат вот к такому гейму. Кто не умеет сейвиться, и у кого не получается это делать, однозначно не берите себе Скорпиона. Присмотрите себе что-нибудь другое. Потому что Скорпион абсолютно не живучая машина. Хотя иногда на нем получаются обалденные бои. Потому что с его ДПМом, если вам повезет с местом, где вы находитесь, и с командой, и с разъездом, ну, короче, все вот эти вот звезды сойдутся в вашу пользу, то вы реально можете на нем накосить в районе 4-4,5 урона абсолютно без печали, сделать несколько фрагов. Но, опять-таки, никогда не сближаясь с врагами. Машина исключительно для третьей линии, я бы сказал, оборонительного типа. Короче говоря, ребят, брать не брать, когда появится на продаже, решать вам. Мое дело показать вам машину, как она играется моими руками, среднестатистического танкиста с процентом побед в районе 50-55. На данный момент у меня все, это был честный обзор Скорпиона. Возвращайтесь на канал, буду безумно благодарен, если вы подпишетесь. В правом нижнем углу желтый шильдик наводите в один клик, становитесь постоянным зрителем моего канала. На моем канале найдете исключительно честные обзоры на машины и товары в магазине. Всех благ, всего хорошего вам, мира и спокойствия. Субтитры создавал DimaTorzok